Доброго всем воскресного утра, или там обеда, или вечера, или допустим вы как бы немножечко забедержались и вы зачем-то смотрите это дело все в понедельник. Вы конечно больше так не делаете, но в понедельник, если что, тоже можно посмотреть. И в общем, здравствуйте, привет. Во-первых, надо начать этот выпуск с извинений, потому что мы тут в предыдущих, ну я как обычно там не могу что-нибудь наговорить, могу что-нибудь ляпнуть, могу что-нибудь не подумав сказать там и так далее, поэтому нужно немножечко, ну типа, подкорректировать свой пиздеж, скажем так. Во-первых, какое-то количество выпусков назад мы говорили про то, что вот беспилотники, вот у нас есть беспилотные технологии, вот у нас машины катаются туда-сюда, и у нас существует самая главная проблема беспилотников в том, что типа у нас вот есть нормы юридические, есть регуляторика всякая государственная там и всякая вот эта вот фигня, и типа что на самом деле технология готова, вообще все там много у кого есть, можно совершенно спокойно ездить, кататься, смотреть там и так далее. И это вот как бы я был неправ, потому что где-то почему-то у меня в голове была такая информация, и почему-то она у меня висела, вот такое понимание, что типа не, беспилотные технологии уже нормально существуют, уже нормально машины катаются, уже очень низкий процент аварий там туда-сюда, но после того, как я это пизданул в интернет, со мной связалось какое-то количество человек из индустрии и сказали, что типа крашеный, бля, мимо кассы. Вот поэтому если что, мимо кассы не готово. Если что, не только в документах есть проблема, а в том еще, что типа да, машины сбоят, машины еще типа не совсем понимают, что нахуй происходит, есть очень много сложных ситуаций дорожных, и на технологии еще работать и работать. Второе, где нужно немножечко врубить заднюю, это то, что мы с Ахсаром тут недавно, в какое-то количество выпусков назад выясняли, что вот АСФ, Лексус, типа пиздатая машина, там пиздатый 5-литровый мотор, ну по версии Ахсара, типа я-то сидел, гнал совершенно стандартную фигню в оппозит, что типа да ну не полное говно, неинтересно и так далее. И вот если бы Ахсар находился бы на работе, а не в отпуске, как обычно, мы как бы сейчас бы с ним что-то это как-то тоже подискутировали, что-то объяснили, потому что тут надо мне извиниться, потому что опять же какое-то количество уважаемых людей мне потом со мной связались и сказали, что типа к чему мнению я прислушиваюсь реально, вот типа в том, как устроены автомобили, что типа мотор у Лексуса там пиздатый и все там с современным АСФом все хорошо, вот надо покататься. Где-нибудь найду, покатаюсь, потом составлю какое-то мнение. Выходит, теперь надо и к мнению Ахсара прислушиваться? Ну да, иногда он тоже бывает прав. Особенно в том, что какие самые лучшие автомобили на планете. Volkswagen делает лучшие автомобили на планете, потому что они сделали Cayenne в первом поколении. Ну если бы он в целом как бы на работу приходил бы иногда, то было бы интересно слушать его мнение. Мы этот выпуск ему не покажем, конечно. Да он его и не посмотрит, потому что как бы... В отпуске есть дела поважнее. Ну бешу, так он же сейчас реально в отпуске. Снова. А все равно мы с тобой будем ган... Ну конечно, блядь. Но мы-то хотя бы рабочие ган... Ну ладно. А им него заплатили. А вам не хватает? Что еще хотел рассказать? Мы тут какое-то количество времени назад гнали про Мальдивы. Ну типа что, мы вернулись в Мальдив, что там нам не повезло с погодой. Мы там вот там серфили, пытались серфить там и так далее. И я на самом деле, когда туда прилетел, я вот ну типа узнал довольно забавную историю. И забыл про нее рассказать, поэтому как бы вот там немного после вам вкину. Короче, ну Мальдивы, маленькое государство, там мало-мало количества людей. Это просто вот насыпные типа такие острова коралловые, там все такое. Но так как это все-таки государство, страна, там существует вертикаль управления, там существуют главные, существуют менее главные. Блядь, там министерство финансов, министерство экономик, там все нормально. То есть в целом это нормальная страна. И там есть Центробанка. И вот ну как бы если посмотреть на здание Центробанка, у него довольно странный логотип. Что типа там просто вот это вот, ну стандартная такая, знаете, вот эта ракушка туристическая с побережья. Вот когда вот, ну девочки очень часто любят там где-нибудь в Южной Азии или еще где-то покупать себе браслетики такие на руку и на ногу вот с такими ракушками. Понимаете, о чем речь идет? Да. Сейчас я, чтобы точно скорректироваться. Ну вот такой вот стандартный браслет, короче. Вот это вот абсолютно стандартная клишированная ракушка. Ну там она вертикальная, да? А на Центробанке она вертикально висит. Так вот, довольно странная фигня, что у тебя как бы ну типа центральный банк и там у тебя ну должно быть там, я не знаю, там какой-нибудь символ государства, там должно быть золото, валюта какая-нибудь. Ну там что-нибудь, ну должно быть классное. А тут ракушка туристическая вот эта вот обычная как бы на министерстве, которая отвечает за бабки. Довольно странно. Есть идеи, почему так? Потому что жемчуг. Чего жемчуг? Или это не в таких ракушках? Не в таких ракушках. Не в таких ракушках. Ну раньше типа валютой были эти ракушки. Да, но не на Мальдивах. Короче, ну ты верно мыслишь. Идея в чем? Вот я рассказывал там, по-моему, в предыдущих новостях, что типа вот Мальдивы, их там сначала захватили арабы, потом захватили британцы. Ну потому что типа Британия в целом половину мира захватила. Когда вот там типа эпоха великих географических открытий, Британская империя, Ост-Нынская торговая компания, вот эта вся хуйня. И у них было дофига колоний, что в Южной Азии, что в Африке. И вот в Африке эти ракушки, они ну типа реально были валютой. Потому что они там были довольно редкие. А на Мальдивах их жопой жуй. Ну просто их очень много. И там естественно никто их как валюту не использовал. Но Британия на кораблях приплывает. Они знают, что в Африке там вот эти ракушки это валюта. Приплывают на Мальдивы. Там все в этих ракушках. Они такие. Загружаем корабль. Просто местного песка. Везем туда, покупаем по Африке. Офигенно. Очень удобно. Ну в смысле типа меняешь эти ракушки на реальные товары. Типа все там на рабов там и так далее. Потом везешь это в Англию. Продаешь в деньги, в золото. Все и вот так вот. В тот момент, когда уже нужно было на Мальдивах все-таки там реально как-то печатать свою собственную валюту. Или как-то там в целом заниматься каким-то казначейством. Ну они такие ну блядь. Ракушки, ракушки. Вот логотип. Очень прикольно. Какие-то вот приплываешь на такой полуобитаемый какой-то остров. И оттуда увозишь корабль валюты. Типа корабль денег. Нам нужен банк с логотипом бутылка водки. Универсальная валюта. Ну тоже. Но только нет острова, куда ты можешь приехать. И там просто бесплатные бутылки водки стоят. Просто взял целый танкер, загрузил и попер с пацанами меняться. Ты знаешь, если бы был русский банк, то у него была бы вот эта металлическая хуйня от буковки Е. Которая на улице всегда в детстве навалялась. Ты хорош. Не, еще может быть, там должно быть Й, потому что две точки сверху, это стеклянные шарики. Я на улице только Шана ходил, зачем вы? Это смотря как посмотреть, Вов. Интеллектуальный юмор. Да. Ну такая у нас сегодня атмосфера в целом. Так все в отпуске, блядь. Хуйсосить некого. Не, ну ребята-то не в отпуске, ребят разгон монтируют. Да не, я шучу. Пока мы тут разгоняем, блядь. Конечно, на таксаром, типа, шуточки опять же. Вообще вот эта, конечно, штука, я не понял. Вот у нас есть разгон в новостях. Да, и есть разгон шоу. Да. Но монтируем все мы. Ну мы не шоу монтируем, мы обзоры монтируем. Но тем не менее, типа, вот когда название придумывалось, ты где был? Я, видимо, каковы у нас есть чатик, ты знаешь, как я отвечаю в чатиках. Ну да. Я в чатиках нахожусь. Давай так. Вот я там просто, ну, есть, но я, типа, что в рабочие чаты, что еще куда-то. То есть, типа, ну, я... Вот это вот ты поднимаешь телефон, у тебя там 15 чатов, везде ты смотришь, что там по 50 сообщений уже, там кто-то за что-то засыпился, там вот это вот эфпизду. Если будет что-то важное, они мне сами позвонят, там, ну, типа, личку напишут. Я трубку не возьму, конечно, я вот такой человек. Но, типа, если что-то реально важное произойдет, до меня точно долетит. Вот. И схожу я из такой мысли. И, соответственно, ну, разгона тоже есть чатик. Естественно, я там нахожусь. И, возможно, там в какой-то момент придумывалось название. Я просто, ну, не обратил внимания. Я сегодня сортировал все свои чаты в телеге, типа, по папкам. Да. И у меня рука не поднялась тебя в рабочий добавить. Не потому, что ты мне очень близкий человек, потому, что ты, сука, мне ни на одно сообщение за два года по рабочее не ответил, блядь. Ни на одно, блядь. Ты пишешь что-то критически важное, типа, блядь, Стасон. А вот так-то, вот так-то. И тебе в ответ просто через две недели мем про серфинг, блядь. Спасибо, дура. Ну, спределивости ради, когда ты мне писал последний раз, что, типа, что-то критически важное? Так я и перестал писать, я ж не дебил. Я вспомнил, блядь, что я хотел вначале рассказать. Мы же вот ездили в поездку недавно с друзьями. И в поездке тоже в том числе, там у тебя нет, да нет, да появляется время, чтобы, ну, послушать книжки какие-нибудь, почитать что-нибудь, поизучать, что давно у тебя лежало. И у меня вот плюс еще от того, что у меня немножко освободилось пространство в голове в связи с рекламным проектом, что, типа, там надо было просто сюжетные вещи какие-то обсуждать с заказчиком, вот, и нужно было думать по этому поводу. Но когда я вот как бы заканчиваю какую-то текстовую работу, я могу теперь что-нибудь читать. Я давно хотел почитать Марк Аврелия. Марк Аврелия — это римский император, чувак, который жил в первом веке нашей эры. И вот если ты обычно, ну, там читаешь какую-то литературу про вот каких-то, ну, типа супердревних чуваков, там, кто там две тысячи лет назад жил, там, тысячу лет назад, то обычно это, типа, ну, там пишут какие-нибудь приближенные, какие-нибудь писатели местные. Ты тысячи лет назад эту библию читал, что ли? Библию, кстати, не читал. Блин, ты зря вот нахуй пробил, я несколько шуток уже подготовил. Если ты читаешь что-то про кого-то, там, типа, из девятого века, там, из восьмого века, там, из первого, там, до нашей эры, там даже что-то, то это обычно всегда что-то пишут, ну, типа, какие-нибудь приближенные писатели, галашатые слуги, местные какие-нибудь, там, философы, там, ну, кто угодно. А тут, как бы, ну, Марк Аврелий, он, короче, ввел свои заметки, по сути, и просто писал какие-то свои мысли по поводу жизни, по поводу всего, типа, что он еще думает, там, типа, ну. Ты там, типа, 29 августа, как же заебали самокатчики. Не, у него 29 августа, думаю, о Римской империи. Я крайне вам рекомендую, Марк Аврелий, размышления наедине с самим собой. Это очень жуткая книга, очень жуткая книга. Ну, тебе жутко то, что она такая древняя или что, или что-то он пишет. Она жуткая в том, что, типа, если ты не знаешь, что это пишет человек, который жил 2000 лет назад, ты вообще ничего не заметишь. Вот так и ничего и не замечаешь, Стас. В смысле, ну, типа, это просто, ну, нихуя не поменялось. Вообще. Ноль. Ты думаешь, что такое, типа, бля, ебать, мы живем в каком-то совершенно другом мире, у нас есть интернет, у нас есть там всякое вообще технол, пиздец. Ну, типа, мы вот, как бы, вот наши деды жили вообще на другой планете, там было вообще все по-другому. У них там, вот они в деревне с баяном, с козами сидели, там, типа, ну, пиздец, вообще другая жизнь. А у нас-то тут, ха, нихуя, почитайте Марка Авреля. Очень, крайне рекомендую. Прикинь, Вов, ты открываешь, ну, типа, книжку читаешь, там, опять этот крашный не прочитал новости внимательно. Ты такой, блядь, он был прав, нихуя не меняется. Ну, кстати, если что, типа, ну, почитать реально стоит, там, там мысли очень, ну, достойные. И это очень прикольно, когда ты можешь, ну, типа, почитать первоисточник, ну, прям, реально человека, ну, императора, который вот, ну, типа, вот, прям. А ты выписываешь себе какие-то вещи? Да, я заметки себе делаю, конечно. А у тебя есть какой-нибудь заметка, которая, ну, вот, мысль статок? Ну, они пока не переварены, то есть, типа, это просто, это надо потом переварить. Я потом, скорее всего, ты где-нибудь даже в сценарий какой-нибудь засунул. То есть, вырванные из контекста, сейчас не скажешь нам. Да, да, вырванные из контекста. Это просто будет, ты знаешь, это будет какая-то такая, типа, штука, типа, ну, как бы, ну, живи нормально, ну, типа, живи достойно, что-нибудь в этом духе. Родись императором, вот, просто. О, кстати, ты почитай его историю, он там вообще ни разу не родился императором. Окей, история успеха, понятно. Бизнес-тренер, двухсот, двухтысяч на летней давности. Как я добился такого результата? Шоу по головам, да. Что еще важного произошло? В тот момент, когда вы смотрите этот видос, мы проехали рек, рататой, поучаствовали в гонках, точно. Мы пока еще не знаем, а? Это рекомендации рек? Нет, это Russian Endurance Challenge. А, а что это? Ну, вообще-то, как бы, рек это запись. Ну, типа, возможно, в интернете будет запись. После рек, рекординг, запись. Типа рек-река будет? Рек-река, да. А там лезть рядом река? Да, это в городе на Нье. Серьезно? Ну, в Шпитере. Рек-река-река. Да. Рек-река-река. Да, рек. Где-то в интернете лежит рек-река на реке. На Егоре. Бля, какие тупые разговоры у нас сегодня. Хорош. Я теряю интеллект в этот момент. Я копил всю жизнь интеллект. То, что вы сказали, это самое тупое. Канал Асафьев Жизнь. То, что вы сказали, это самое тупое, что я слышал за свою жизнь. Преподаватель сказал. Он не рекомендует, получается. Я хочу быть рекордсменом в этой хуйне. Реконструируем структуру диалога. Так вот. Мы проехали рек. Мы пока что еще не знаем результатов, потому что у нас сейчас чуть-чуть заранее. Но вот результаты. Мы победили, и было вообще легко. Или мы проиграли, но мы очень хорошо себя показали. Да. Ну, пока не знаешь результатов, да? Ну, так вот гонка будет в субботу. Блин, Вов, короче, мы заранее пишем. Вов, это самое тупое. Может, там все куплено, да? Да не, не. Я даже, честно говоря, еще пока не смотрел, сколько у нас соперников заявлено в категории. То есть, там в целом, ну, как бы довольно много людей заявлено на этап, который будет на Егоре. Ну, вот, что в нашей категории происходит, я пока не знаю. Ты заходишь на сайт река, а там... У них даже не 404, блядь. У них 500. Что поделать. И также мы уже какое-то время рассказываем, что вот у нас там есть, типа, спортивное подразделение в РТТ, вот у нас там есть программа на треке, там три атмосферных каркашных юниорских полика, два наших трубовых и шорткат. На шорткате вот мы сейчас еще вот докатаем на реке, отстроим, все сделаем, и потом в какой-то момент он тоже пойдет клиентом. Трубовые полики, ну, наверное, сразу просто сходу мы их вручать клиентам не будем, потому что лучше сначала потренироваться на обычном атмосферном, потому что когда ты первый раз выезжаешь на дрэк, ну, или там, типа, один из первых разов, даже если у тебя в машине, там, типа, 120-130 лошадей, у тебя не будет ощущения, что тебе их мало. Потому что, ну, особенно когда тебя с тренером, когда тебя тренер будет заставлять ехать быстро, а у нас вам в любом случае придется ехать быстро. У нас вот Тёма Лебедев недавно был на спортивной программе, я, собственно, об этом, ну, то есть я про клиентов обычно никогда ничего не говорю, но если они где-то сами в паблике сказали, вот Тёма в новостях сказал у себя, вот сейчас можно рассказать историю. Тёма, вот, он такой человек, который любит комфорт и уважает, поэтому, типа, приезжать куда-то и потеть сильно не в его планах. Но тут, как бы, вот, он еще был на контррейке у нас, ему на контррейке все понравилось, он такой, типа, все, хочу все программы, давайте во все, что можно, вот, он приехал на спорт, а там, ну, как бы, ты же садишься в машину, там, каракас безопасности, у тебя жара на улице, типа, у тебя в машине, там, типа, 40 градусов, ты еще, там, ну, там, в одежде, в подшлемнике, типа, в перчатках, там, вот это вот все, типа, как нужно ехать, плюс адреналин, высокий пульс, там, и так далее, вылезаешь все равно весь мокрый, но вот даже любитель комфорта Тёма вылез довольно очень. Хоть и весь вспотел. И тоже, там, 2.13, например, проехал, 2.12, это неплохо. А тебе нужны водительские права, чтобы там кататься? Нет, штрек. Не знаю, мне кажется, сказали, что я должен был поехать кататься, а потом сказали, что, кажется, нужны водительские права. Ну, мы поставили это ограничение просто потому, что, типа, надо как-то отсечь хотя бы, вот, ну, людей, кто хоть что-нибудь, как-нибудь, чтобы он же точно там не охуеет за рулем на дреке. Мы либо берем людей, кто вот прошел контраварийку у нас, если он там, ну, мы видим, что на площадке человек себя ведет адекватно, там, и так далее, тогда, пожалуйста, на дрек, потому что, ну, понятное дело, что машины, как бы, размазывать по стенам не сильно хочется, но, как бы, на самом деле, машины – это вторая или, там, третья или пятая, десятый вопрос, вообще неважно. Самое главное – это здоровье, потому что дрек все-таки место повышенной опасности, так или иначе. Он хоть и весь и безопасный, там, хотя везде стены, везде, там, типа, гравийные ловушки, зоны вылета туда-сюда, машина у нас, типа, каракас безопасности, ремень безопасности пятиточечный, типа, там, шлем, экипировка, ну, понятно. Но все равно, типа, одно дело полигон, где у нас, ну, вообще-то даже, вот, там, у которой она существует на полигоне, ты там вообще нахер ничего, ну, ты вот, ну, невозможно там что-то с собой сделать. На треке все-таки, ну, трек – это трек, поэтому мы там хоть как-нибудь немножко людей фильтруем. Может быть, мы потом со временем это ограничение уберем, что можно будет и без прав на трек. На самом деле стрёмно, я вот представляю. Лучше вот, ну, типа, сначала контр-варечку пройти, хотя бы пару раз, ну, там, типа, посуху и подождю, например, и потом уже на треке будет не так страшно. В любом случае будет страшно, потому что я вот, типа, когда первый раз выехал на трек, я 10 лет за рулем, у меня там, типа, дохрена сотен тысяч километров пробега по дорогам России и всяких разных стран, и все равно ты выезжаешь, как бы, на трек, ты, типа, держишь педаль газа ногой, а нога вот такая. Типа прям вот. И если ты там начинаешь, ну, там, тебе нужно в каком-нибудь повороте, там, в пол газа проработать или там где-нибудь как-то отпустить, ты вот начинаешь отпускать, у тебя прям… Такая фигня. Ну, потому что страшно просто. Сейчас уже нет, сейчас уже это, как бы, страшно, но по-другому. Ноги не трясутся, по крайней мере. И на этом давайте к новостям. Вольсваген обновил Амарок предыдущего поколения, официальные кадры, и ты такой, типа, вот вы вроде обновили Амарок, когда ты смотришь просто на фотографию, но как будто бы я этот Амарок уже видел, потому что это довольно сильно похоже на что-то переработанное Амарока первого поколения, хотя у нас существует уже Амарок второго поколения, который вместе с Фордом разработан, который еще другая машина немного. А я такой, а что происходит? А речь у нас про Южную Америку, где, собственно, у нас есть пикапы нормальные, традиционные, бензиновые, дизельные и все такое, типа, и вот туда Вольсваген поставляет до сих пор еще первую кабину, потому что, ну, оно там пользуется спросом, оно там покупается, оно там еще куда-то кому-то что-то как-то надо. Естественно, тот автомобиль, который несет деньги, который рентабелен, который, типа, зарабатывает себе какую-то денежку и несет какой-то положительный баланс компании, никто в землю просто так закапывать не будет. У тебя либо какая-то машина становится просто тупо нерентабельной, либо ее приходят закапывать из-за каких-нибудь законов, ограничений, ну, чисто политических рычагов, там, типа, или экологических норм, или какой-нибудь вот такой фигне. И вот, как бы, ничего не мешает Вольсвагену уже много лет к ряду производить там Амарок в Южной Америке, вот еще даже обновили. Да, новый байпер, новая оптика, ой-ой-ой, ой-ой-ой, но в целом это старая дешевая машина, ну, относительно рынка, пользуется спросом, и еще вот пока можно будет продавать, будут продавать, само собой. Вроде бы, из немецких пикапов, вот так вот мне, если память не изменяет, по-моему, Амарок это единственное, что более-менее как-то зацепилось за жизнь и держится в целом на плаву, потому что все вот эти вот Mercedes-Benz X, BMW вообще даже не попыталась, ну, типа, они просто где-то какой-то макет поставили, что вот тут, типа, мы думали в сторону пикапа, что-то какой-то у нас был то ли рендер, то ли макет, то ли что-нибудь такое, но мы даже не рискнули. У Audi пикапов вообще, по-моему, не было, у Opel'я тоже, а и все, по-моему. Ну, по-моему, Амарок это единственная коммерческая, ну, в смысле, единственная какая-то коммерчески успешная машина относительно в кузове пикапа из немцев. Ну, да, если мы не берем какие-то, типа, легкие пикапчики из каблучков сделанные, то да. Не, ну, понятное дело, что как бы еще вот фургоны и каблучки – это отдельная история, вот если просто брать обычный нормальный человеческий пикап, типа, среднеразмерный или полноразмерный, то, по-моему, Амарок единственный. Да, единственный немец в этом классе. Ну, у немцев так бывает, что их периодически тянет в Южную Америку. Зикра показала, как будет выглядеть новый кроссовер 7X. Как будто бы всем, не похуй. Но тут вот мне очень нравится, что, типа, вот есть Зикра, который все представляют, Зикра, который 001, который вот это вот, типа, лифтбэка седана, хэтчбэка, большая вот эта вот селедка, типа, панамерообразная, которая вот эта мощная, дерзкая, ну, то, что вот везде в интернетах все вот сутся по Зикру. Есть 009, вот это вот, ну, минивэн черный в такси приезжает. И есть Зикр Икс. Это вот такое перехэтчбэка, не до кроссовера, что-то хер про сы. Я уже вживую видел. Хуй с ним. Я уже даже вживую там посидел. Мне не понравилось, я вообще не понимаю. Это вот просто, ну, развлекушка какая-то для богатых. У кого, кому нормально, типа, вот существовать на электрокаре. И при этом существует седан. Зикр 7, который вот, ну, типа, такое вот седана, вот такое вот, у нас я на дорогах это дело не встречал, но пока что, вроде, только в Китае производится. И чисто по интернетной традиции, когда, типа, I have a pen, I have a... Apple? А, Apple Pen. 7X. Типа, вот, примерно вот, да, это новая платформа, да, это актуальная 800-вольтовая, там, типа, архитектура, вся хуйня. Ну, вот ты просто берешь, то ли седан раздуваешь, то ли хэтчбэк растягиваешь немножечко, типа... Зикр Икс все-таки оформлен в другом стиле. Ну, да, ну, типа, ну, бля, это же, как бы, все одно и то же. Я просто, я не могу, понимаешь, воспринимать электрические автомобили, что это разные автомобили, что у тебя вот, ну, когда у тебя это плюс-минус одна... Ну, ааа, не знаю. Ты фанат Volkswagen, у них платформа одна и та же. Ну, да. Ну, вот. Ну, да. Ты такой, ну, это Тигуан, это как Гольф, только простутый. Ну, нет. Здесь должно быть тун-туру-дун, тун-туру-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ну, вы не понимаете, это другое. Если бы того, да. Ну, я просто просто электромобили, как автомобили не воспринимаю, поэтому мне эти... Ну, он построен по тем же лекалам, что и любой массовый Volkswagen. Да-да, понятно, понятно. Бывает заднеприводный, бывает полноприводный, бывает на 400 лошадей и на 600 лошадей. Вот, все, блядь. Да, они, кстати, как будто куда-то пропали в целом, зикры. То есть, типа, их в какой-то момент было очень много, а сейчас и на улице не то, чтобы много вижу. Да не, они катаются, типа, они есть, вот их сейчас летом, они, ну, еще какой-то нормальный сезон для них там. Сейчас просто, в принципе, вот у тебя вот июль-август, это всегда время, когда в Москве поменьше людей, нежели обычно. Все нормально, они там вернутся, но их, опять же, все равно немного. То есть, все равно у нас рынок электромобилей в стране, он маленький, узенький, и таким он и будет. Потому что с нашими расстояниями, с нашей жизнью, в целом, оно как бы, ну, бэх. Если бы, условно говоря, у тебя в больших городах не существовало бы альтернатив в виде такси, каршеринга и прочего всякого вот такого, то в таком случае тебе, у нас реально бы электроавтомобили имели бы там, ну, типа, потенциально большую долю рынка, потому что надо было что-то вот иметь для передвижения по городу. Если у тебя стоит задача только передвигаться по городу, тогда электромобиль, это окей. Но, опять же, если у тебя есть место, где его заряжать. Но тут у тебя как бы вот такси, не такси, каршеринги, не каршеринги и все такое. И поэтому у нас, как бы, электромобили, они вот... В Иркутске пользуются спросом, потому что там, типа, пизда какое дешевое электричество. Так вот, случилось локально. Но это вот, типа, один случай. И то все равно там, ну, там, типа, 5%, может быть, потока. Это небольшая вообще история. Поэтому то, что Ziker может себе что-то показывать, конечно же, пусть показывает, но это просто продукты не для нас. Вот, блядь, ты посмотри, он в отпуске, нахуй. А его этот... А перевернул все-таки. Пиздец, блядь, это его этот приспечник, блядь. Это осетинская мафия, ребят, я бы не трогал. Спустя 16 лет Понтияк показал последний концепт-кар в публике. Нахуй вы это делаете, у тебя есть идеи? В GM так развлекается нельзя грами своим. Накину немножко контекста. Как бы, вот существует, существовал бренд Понтияк, который GM решил убить в 2008 году, где-то вот там, ну, в том районе. В 2008, 2010, что-то вот где-то вот, да, вот кризис они финансовый не пережили. Условный 20 век Понтияк, это прям популярная машина, популярный бренд. Они много всякого интересного производили, много всякого интересного продавали. У нас на рынке России, как бы, Понтияки всегда были такими, ну, это что-то, блядь, блядь. Это что-то американское строительство, если себе притащил Понтияк какой-то, ну, это ты очень странный персонаж. У нас в основном ездили Понтияк Вайпы, это просто Короллы, типа, внутри. Да, 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 верно. Я даже забыл вообще, что такая машина существовала у нас на рынке. Ну, короче, Понтияк, он никому нахуй был, у нас не нужен, а в Штатах это довольно популярная машина. Ну, вот они не переживают кризис, вот GM их закапывает, вот проходит 15 лет, они такие, типа, а, кстати, смотрите, у нас вот был вот такой концепт на V8, вот. Вот мог бы быть вот такой-то Понтияк, типа, в районе, там, конца нулевых, начало десятых. Все такие... Спасибо, и что нахуй дальше с этим делать? Они такие, вот, смотрите, вот, там V8 должен был быть, седан большой, спортивной, было бы пиздата. Салон там, кстати, прикольный, салон прям красивый, вопросов ноль. Для Понтияка, даже для американской машины того времени, это прям, ну, это реально прям хорошо, то есть видно, что ребята прям хотели сделать дорого, жирно, богато, потому что, опять же, ну, там, типа, если вот вспоминать это время не с 2008-го, а с 2007-го года, это было прям, вот, казалось, что просто, ну, все, типа, впереди одна благая нега, потому что там, типа, денег много, кредиты дешевые, бабки зарабатываются, у всех все замечательно, все вообще отлично, особенно у всяких разных вот этих вот финансовых структур, которые, ну, типа, собственно, этот кредит создали. И поэтому всем казалось, что все заебись, поэтому ребята вот и готовили жирную классную машину. Она видно, что она, типа, она сделала дорого, что они много денег закопали в разработку. Но сейчас они вот это дело показывают, и такие, ну, вот, смотрите, и нахуй вы мне это показываете, чтобы я знал, что такого больше никогда не будет. Спасибо. Что никогда больше не будет машины, типа, ну, по крайней мере, в ближайшей перспективе, которые будут выкатывать игры, что вот, смотрите, большой жирный седан на V8, на больших хромированных дисках, с кучей убитых коров внутри. Типа. Спасибо. Я знаю, что было заебись. Ну, поднять актив, чтобы что? Ну, типа. Ну, они часто постят работы каких-то своих дизайнеров, там, какой-нибудь пикап, Chevrolet Corvette, допустим. Ну, просто скетч набросали и показывают. Ну, нет, скетч-то там. А вот это явно, ну, они действительно хотели показать, куда пойдет развитие Pontiac в десятых годах. Ну, то есть, явно они пытались сделать из него бренд muscle car, как Dodge, допустим. Оптика передняя похожа на современные Chrysler. Ой, Chrysler, бля, Cadillac, извините. Да, ну, тут, наверное, аналогия с какими-нибудь старыми GTO, типа вертикальная оптика, все дела. То есть, они планировали, прям придумали нишу для своего, для Pontiac, чтобы он конкурировал за Dodge, чтобы это были, да, мощные там машины, СВ8. То есть, последняя их модель, это G8 была, на платформе Golden, и на этой же тележке потом Camaro появился. То есть, они прям уже старались сделать что-то крутое и брутальное. Просто не ожидали, что... Что все так наебнется замечательно. Что GM обанкротится, их заставят урезать марки, которые не приносят прибыли. Да. А как, по-моему, его ноздри? Ну, ноздри. Ну, лучше, чем у современных BMW. Ну, типа, да. Не, ну, смотри, во-первых, это концепт, а во-вторых, опять же, надо отматывать на 2007-й. В 2007-м, если бы они вот эту машину показали, выпустили бы, это было бы заебись. Вопрос, сколько, конечно, она, конечно, стоила бы, это вопрос. Но ты посмотри на салон. Ну, это концепт, скорее всего, серийная машина все-таки была попроще. Ну, понятно, да, 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 но все равно, типа, салон, типа, вот. Нихуяще. Угу. Приятно. Жопа странная, а так вообще вопросов нет. Ну, вот, в целом, как бы ребята показали, можно немножко погрустить, да и забыть совершенно спокойно. Группа ГАЗ от Судилу Фольксваген почти 17 миллиардов рублей. Потому что нехуй, типа, не исполнять обязательства, которые у тебя прописаны в контракте, но в чем САПШ. Вот у нас там 22-й год, вот у нас все автопроизводители иностранные встают от страны и уходят, а у тебя, как бы, стоят заводы, у тебя стоят, типа, большие компании, у которых там, ну, типа, договора, что у нас там, типа, мы должны собирать автомобили, у нас там, типа, мы, вам, вы, нам, туда-сюда и все такое. И группа ГАЗ это одна из пострадавших, собственно, компаний, потому что у них был долгий договор с Фольксвагеном, что вот у нас там, типа, завод, сборочная линия, все такое, мы собираем вам машины и у нас, как бы, хорошее предприятие на много лет вперед, а тут вы берете, просто встаете, уходите, не исполняете обязательства, так, не нужно, так, грустно, типа, блядь, делить активы еще как-то надо, что-то вообще все там туда-сюда. И вот, собственно, ГАЗ подал на Фольксваген в суд, суд такой, да, все, действительно, все правильно, типа, не исполнение обязательств, что так вообще нельзя, нужно выплатить неустойки, нужно выплатить неупущенные прибыли, там, все фигню, и вот там, типа, получился совокупный их на 17 миллиардов рублей, ну, точнее, они подавали на 20, удовлетворили 17. Миллиардов. Миллиардов, да, миллиардов. Ну, смотри, автомобильные заводы – это большие предприятия, там, большие деньги, автомобильные компании в целом много денег зарабатывают, и так далее. Это тысячу миллионов в 17 раз. Да. Это только неустойка. А что, они прям заплатят? Они же могут не заплатить их же. Конечно, не заплатят. А нахуя тогда вот это вот все? А что еще делать? Ну, у тебя вот, как бы, у тебя произошло неправоправное действие. Что, ты поедешь к ним, ну, типа, в Германию, просто дверь обослышь в офисе? Ну, нет, просто в правом порядке. Ну, типа, есть юристы, у тебя есть прецедент, что, типа, ну, да, все равно нужно пойти и получить решение суда. Чтобы, если вдруг потом опять как-нибудь, где-нибудь там, фольксваген, понятно, что, типа, фольксвагену проще вот именно российскому подразделению, если он до сих пор еще существует где-то как-то по документам, проще признать себя банкротами просто, и все, типа, извините, мы это не выплатим, пока-пока. Но если вдруг потом когда-нибудь фольксваген придет к нам в страну, ребята такие, типа, алло, смотрите, у нас есть суд, у нас есть, ну, как бы, вот выигранное дело, что давайте мы сначала вот этот вопросик порешаем, и надо бы потом, ну, прежде чем снова открывать представительство, а потом уже давайте, ну, пока, потому что за свои действия ответственность нужно нести. С моего дивана, типа, ну, сложно понять, это правильное, логичное или нелогичное и неправильное решение, потому что, ну, с одной стороны, как бы, ГАЗ-то прав, потому что, ну, реально, не выполнение обязательств, типа, ну, реально, типа, вот, ну, как бы, срыв поставок, срыв контрактов, срыв всего, типа, ты, по сути, просто руинишь целую компанию. Автопроизводитель получает огромное количество геморроя на ровном месте, типа, ну, у тебя большое обязательство, у тебя большое количество людей работает, у тебя на большое количество предприятий на тебя работает, ну, там, типа, жопа полная. Но, с другой стороны, объективно, ну, там, типа, этих 17 ердов они от Вольсвагена не дождутся, скорее всего. Ну, вообще, с немцев пытаться репараться и просить нехорошее дело. То же самое, как с Гуглом, вот, ну, типа, на него наложили штраф там ердовых фиговую кучу. Ну, Гугл российский такой, типа, ну, мы банкроты, извините. Ну, просто это как узнать, что девушка, которую ты бросил, на тебя обиделась. Ну, Вольсваген глубоко похуй вообще, мне кажется. Ну, у них проблема сейчас посерьезней, чем отношение с газом, это факт. Но, все равно, типа, вот, как бы, суд все рассмотрел, вот, все, вынес, что, типа, да, действительно, вердикт вот такой, что надо 17 ердов бы заплатить, но вряд ли кто-то заплатит. Субару показала быстрейший VRX в истории, он карбоновый, и с 679-ти сильным мотором. Когда коту делать нехуй, он яйца лижет, и тут вот, ребята, ну, короче, существует фестиваль скорости в Гудуде. Типа, это вот в Британии, там, вот это вот... Так вот где она, блядь. А мы искали, искали, блядь. Три серии. Кстати, вторую посмотрите. И вот, вроде бы, как официально на Гудудский фестиваль скорости Subaru, типа, решила показать машину. Ну, вот, у них же, как бы, есть импразы, VRX, особенно STI, там, туда-сюда. Нет, у них сейчас осталось только... Сейчас у них осталось только VRX, вообще, на вариаторный, просто полный пиздец. В целом, существует бренд, типа, Subaru VRX STI, он в головах у всех есть, что, типа, когда ты говоришь Subaru VRX, тут же на нее нужно добавлять STI, потому что это вот, ну, блядь, это STI. Даже если у тебя просто обычная полулитровая импреза, тебе обязательно нужно обклеиться шильдиками STI, потому что, ну, а как же нахуй так, как же без них-то вообще в целом жить. И вот Subaru решили, такие, типа, ну, надо притащить какую-то машину, вот, что-то как-то показать. Subaru идет к своей американской гоночной команде, которая, собственно, выступает на машинах Subaru в ралли, такие, типа, пацаны, надо. И они вот делают вот это, ну, просто облегчают, берут обычный VRX, выкидывают из него нахер все не нужно, эти, примерно полтонны веса они из машины снимают. Раскачивают там мотор до 680 лошадей, ставят весь такие обвесы, прям вообще, Вася, красят в черный. Почему, блядь, в черный, если у них всю дорогу синий цвет, если они хотели как-то напомнить про то, что они VRX STI и Subaru и так далее, но надо было в синий, наверное, краситься, но они почему-то покрасились в черный. Взяли, проехали, собственно, вот, Гудвуд, все. Так вот, непонятно, нахрена они эту машину сделали, потому что, ну, как бы, актуальный Subaru уже давным-давно не у VRX, а давным-давно не STI. Ну, типа, да, у них существует все равно бренд, вот, VRX, вот это вот, вот это вот, блядь, овощ ебучий, все. Зачем? Почему? Нахуя надо? Неясно. Привлекать внимание. Ну, это же прикольно, там команда энтузиасов сидит, они такие, блин, мы выпускаем кроссоверы, дайте. Там хоть что-нибудь крутое сделать. Такие, ну вот, сделайте проект. Ну, да, наверное, ну, как бы... Ну, иногда из этих проектов что-то рождается. Иногда смотрят люди такие, ух ты, круто. Вот даже в убыток компания что-то фигачит офигенная. Ну, как мне кажется, вот, ну, логичнее в Гудвуде все-таки показывать следующую новость. Гудвуд – это имя опорного актера? Нет, это Гудман. Ага. Ты не путай. Я перепутал. Как, как? Гудман. Вудман. Или Вудман. А, о, блядь, вот ты и попался. Многоходовочка была. Ребята, я редактор в разных сферах. Пьер, блядь, там не так. Там не то. То, что ты называешь клитором, я называю фонарями. Я просто представил, помните, из большого, как там, Боб, Джей молчливый Боб, когда, типа, я редактор клитора, блядь. Как-то я здесь клитором командую, что-то такое там. Вот эта фраза мне тоже нравится. Мне ее нужно зациклить и на мелодию поставить, когда мне будут звонить. Там, где клитор, там, вашу мать, это лицо. Ауди построила спорткар 16-цилиндровым мотором по чертежам 1935 года. На том же самом фестивале в Гудвуде. Ауди такая, типа, смотрите, пацаны, как бы, вот, ну, был же автоюнин, был автоюнин. Там работал Фердинанд Порше, там работал Фердинанд Порше. У него там были всякие разные разработки, у него там были всякие разные разработки. И вот у него есть чертеж. И есть, как бы, машина, которая в свет никогда не вышла. Ну, потому что там война началась, потому что там была милитаризация, там нужно было делать новички на военку. И в 35-м, там, типа, в 36-м и фактически уже в 37-м годах уже просто было не до машин, по сути. И вся немецкая промышленность уже так или иначе работала на военную промышленность. Но вот был автоюнин Type 52 Шинель-шпортваген, типа. И там были, вроде бы, как у Фердинандо там заложены какие-то инновационные штуки, там, по типу гидроподвески, там, или еще каких-то там уникальных систем, торможения, там, что-то там, прямо еще какой-то... И вот выглядит вот так. Проблема в том, что, типа, там не получилось все-таки по чертежам сделать мотор, который Фердинанд планировал, поэтому взяли V16 от автоюнин Type C. Это такая машина, наоборот, то есть, типа, если просто, ну, вспоминать все машины 30-х, там у тебя обычно, ну, такая что-то длиннющая, вот такой какой-то нос, и, типа, и на самой жопе сидит водитель вот с этим вот рулем здоровым, и там что-то пытается нарулить. А автоюнин Type C, это, наоборот, у тебя водитель сидит спереди, прямо вот носа, и сзади у него такая длинная-длинная-длинная жопа, потому что у него там мотор V16, потому что у него там вот где-то все там все сзади, а он спереди на передних колесах сидит, там что-то пытается как-то нарулить. И эта, кстати, машина тоже была в Гудвуде. От этого Type C берут мотор, создают полностью по оригинальным чертежам, типа, специальные ребята из Британии, специальные энтузиасты, прямо вот полностью, вот как Фердинанд задумывал машину, вот так же вот по его лекалам, типа, делают одну конкретную тачку, и вот, пожалуйста. Ну, просто, может быть, я исторический фанат, блядь, поэтому, как бы, мне вот такие вещи прикольней. И, допустим, там вот на том же, если посмотреть просто Highlight из Гудвуда, кем-нибудь деды на Бугатте на каком-нибудь старом едут, вот на вот этом, ну, типа, на этой здоровой сигаре, блядь, вот на этих очень тонких колесиках, а они там тоже, там что-то кто-то боком, кто-то раком, кто-то как-то, что-то такие, вот, блядь, блядь, прикольно, там туда-сюда. И просто вот это, ну, как бы, ну, это реально достижение. Это машина, которую потом можно поставить в музей, это машина, которую потом можно повозить по выставкам, вокруг которой будут собираться люди, которые будут ее фотографировать, ты можешь эту историю рассказывать, ты можешь, ну, типа, что-то как-то. Кто подрочит на черный VRX-исти с перекачанным мотором в черном бампере, непонятно. Да понятно, вот, блядь, они книгу постоянно сзади переворачивают. Возможно. Они просто сейчас отдыхают. Да, просто на отдыхе, да. Но, наверное, они что-то все-таки понимают в этой жизни, раз только отдыхают. Ну, да. Так вот, автоюнин. Как бы это вот машина, которая, ну, вот, реально, во-первых, привлекает внимание, во-вторых, за которой, то есть, ты можешь, можно засыпиться и сразу рассказать много всяких историй, много чего-то. И, понятное дело, что здесь, как бы, трудозатрат положено больше, потому что там ты просто что-то берешь обычный VRX, просто там, типа, с Алиэкспресса, с Алибабы, еще с какой-нибудь тюнинга, там, типа, наворачиваешь просто в мотор еще все подряд. И, на самом деле, современные моторы довольно легко там наворачиваются до 500-600 сил, потому что, типа, ты выкидываешь экологию там уже, у тебя в два раза больше мощности. И там просто где-нибудь как-нибудь немного подкорректировать топливную карту, немножко поддуть туда-сюда, и все нормально поедет. А вот такую штуку, ну, поди, сделай. Плюс надо же понимать, что, типа, еще не факт, что, типа, у Фердинанда были правильные чертежи, что, типа, это же, ну, концепт был, типа, неясно, оно будет существовать, не будет, оно вообще, двери сойдутся там как-нибудь. Ну, судя по ее дизайну, он прям опирался на Татры. Там это же длинная история, типа. Да, вот заднемоторные. И он прям очень вдохновился этой темой, но делал именно спортседан. Да, по сути, это Porsche Panamera 30-х. С V16, между прочим. А покажи AutoUnion Type-C. Машина, в которой V16, и, типа, тут-то ты хотя бы сидишь, у тебя хотя бы крыша есть, и, ну, ветровое стекло, и это еще хоть как-то похоже на машину. То AutoUnion Type-C, это, типа, тоже V16, но ты вот как себе пилот-истребитель. И она тоже была в Гудвиде, она тоже там, типа, трассу ехала. И мне интересно, конечно, что там водитель может почувствовать, потому что тебе когда... Огромный стояк, судя по всему. Ты просто едешь на ракете, у тебя сзади... Самое страшное, что ты огромный стояк можешь почувствовать сзади, Вова. Вот что тут страшно. Не, я веду с точки зрения того, что все-таки, ну, подразумевалось, что это спортивная машина. Тебе, ну, как бы, когда ты находишься в машине, тебе надо бы, ну, чувствовать, что у тебя происходит с передней оси, что у тебя переходит с задней оси, где у тебя, как колеса, они там дерзные-дерзные, когда у тебя супердалеко задние колеса, ты как бы, ну, ты не понимаешь, что там. Да, мне кажется, кстати, вот пилоты машин 30-х, они хотя бы могли видеть, что у тебя дымится мотор и что-то горит. А тут вообще ничего нет. Да, тут ты просто, ну, типа, ты просто едешь куда-то. Ты просто по расширенным глазам зрителей понимаешь, что что-то не так с машиной. Да, да, да. Ну, а если возвращаться к тому прототипу, что построили Ауди, мне очень нравится, что у нее, типа, трехместная компоновка и... Водительность посередине. Да, как McLaren F1 какой-то прям. Да. Это очень необычно. И второй момент. Вот эта вот решетка радиатора их, то есть и на гоночном автоюнион, и на этой, то есть вот это корни, вот современные решетки Ауди сингл фрейм вот отсюда. Только перевернутая. Понятно, это такая условность просто. Вот, то есть современные Ауди используют решетку, заявленную в начале нулевых, и вот тогда дизайнеры вдохновлялись именно вот автоюнионами 30-х. Нихуя нового не придумано. Затопление грузовиков не помогло устранить прорыв дамбы в Китае. Очень интересная штуковина, но, короче, в Китае дожди. У них там существует озеро Дунь Тин. Это второе озеро по запасам пресной воды в Китае, в принципе. Ну, по сравнению с Байкалом, там типа все вот эти вот озера, они как бы очень маленькие. Ну, так или иначе, все-таки второе как бы в Китае. И там вот в провинции, где, собственно, находится это озеро, там что-то какие-то рекордные дожди, которых там не было там 25 лет или 30 лет, с 96-го года подобного, но они не было. Ну, и, естественно, типа, когда у тебя стоит какое-то там большое озеро или там какой-то большой водоем, у тебя рядом есть какие-то дамбы, потому что рядом есть какие-нибудь там сельские поля, потому что рядом есть какие-нибудь электростанции, там типа что-то вот еще существует. И вот, собственно, дожди, вот у нас там типа где-то какую-то дамбу начало прорвать. И, ну, типа, у тебя вот промыло сначала 10 метров. Просто у тебя вот упала стенка, типа у тебя 10 метров, там просто такой овраг. И типа очень большая проблема всегда что-то с этим сделать, Потому что, как бы, всегда кажется, что вот, ну, типа, когда, допустим, происходит какой-то прорыв дамбы, это обычно как в кино показываешь, у тебя стоит огромная стена каменная, начинает трещать, у тебя такая водичка, чуть-чуть там течет, чуть-чуть здесь течет, и потом как пиздых, и у тебя там пол планеты сносит, типа, нет, оно в реальной жизни происходит далеко не всегда так. Часто бывает, что просто где-то вот, ну, типа, какой-то ручеечек маленький просочился, чисто с того, что у тебя вода начинает течь, просто она начинает за собой вымывать породу, начинает за собой вымывать все, что там рядом находится, а 90% каких-нибудь дамп устроены просто по тому моменту, что у тебя песок насыпан, ну, в смысле, у тебя просто вот, грунтом просто насыпана большая стенка, типа, и все, и вода через нее сквозь не проходит. Понятно, дело, там специальное уплотнение, там специальная, там, конструкция, типа, ну, так или иначе, короче, вот у них прорывает буквально там, типа, несколько метров такой стенки, и вроде бы, ну, там, типа, нужно прийти и засыпать, все нормально, и ребята прибегают, начинают засыпать как-то, там стоит специальная техника, которая просто песок сыпет внутрь, но все равно не помогает, и они такие, типа, надо грузовиков закинуть, просто грузовики с песком приезжают, просто падают внутрь оврага, типа, чтобы хоть как-нибудь нужно... А они намеренно грузовики кидают? Да, 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 прям вот, ну, типа, подъезжает груженый грузовик, ну, просто стоит, типа, блядь, пять копеек этот грузовик Водитель выходит, зажимается педаль газа, вот они вот, типа, пытались так вот закинуть Просто, чтобы как можно быстрее, типа, запихать туда как можно больше песка, чтобы эту дамбу не прорвало Но в итоге все равно все прорвало, все нахуй затопило, там наводнение, огромный ущерб, типа, много чего посмывало И понятное дело, что, кстати, нужно очень быстро и очень вот локально, типа, вот попытаться локализировать происшествие Просто вот каким-то образом засыпать Ты можешь, там, потратить хоть пятьдесят, хоть сто, хоть триста грузовиков на это дело Потому что это все равно дешевле, нежели, там, у тебя огромный ущерб территории Но все равно, вот там все затопило, ну, что поделать, просохнет Выглядит, как новое видео мастурбиста У меня сегодня три тысячи тракторов, и я узнаю, остановят ли они этот поток Да, да, да Я думаю, что определенно точно кто-нибудь потом это использует как идею Что, оказывается, можно грузовики с песком закидывать в яму Даже если это, они очень странно по диагонали там как-то валяются Так, вот для чего нужна Toyota Не, для чего нужны китайские самосвалы Представлен гиперкар Red Bull RB17 по мотивам Формулы 1 Какое-то количество времени назад, собственно, Red Bull такой Вот, смотрите, мы наконец-то сделали свою гоночную машину Вот последняя прощальная песня Эдры на Ньюи Вот Да Как всем похуй Что? Red Bull сделал последнюю гоночную машину Первую свою, и, наверное, с этим, скорее всего, последнюю гоночную машину Эдры на Ньюи Короче, есть конструктор, аэродинамист, который, ну, типа, всю дорогу существует в Red Bull Эдры на Ньюи, там уже, ну, где-то 17 он там был или 15 Мы с вами обсуждали какое-то количество времени назад, что вот он уходит из Red Bull и так далее Это его книга? Да, как построить машину, да, это его книга Ага Ну, и помимо того, что вот Red Bull, собственно, строит свои собственные машины Формулы 1 И еще там какое-то количество всяких разных каких-то мелких прототипов Вот они сейчас, типа, взяли и построили вот такую трековую, вот прям, типа, ну, нормальную настоящую машину С закрытыми колесами, все такое, кузовная, якобы Все, ну, как бы, гибрид, да Очень сильно похоже на Валькирию, да Потому что какое-то количество времени Эдры на Ньюи еще работал параллельно со Стан Мартин Для того, чтобы делать Валькирию Но они не Гритную, а Валькирию сделали То есть они просто там, типа, что-то делали, что-то была какая-то разработка Потом они еще-то как-то разошлись И вот на базе того, что осталось от Ньюи, Автон Мартин сделал Валькирию Ньюи, собственно, на базе того, что у него осталось от Валькирии И сделал, собственно, вот эту вот RB17 Показали это публике, большой праздник Там все нажрались, естественно Сказали, что сделают 50 автомобилей Вот, все, пожалуйста Я так думаю, что, типа, саму Red Bull, именно вот, ну, как гоночной команде Или самой компании Абсолютно по барабану, типа, на какую-то прибыль с этого автомобиля Потому что сама по себе материнская компания зарабатывает, ну, типа, куда большие деньги Нежели вот, можно заработать с этих 50 автомобилей Но я думаю, что это просто именно для гоночной команды Для хайпа Для того, чтобы показать, что вот у нас еще и вот такое тоже бывает Просто угореть Ну, пожалуйста Кстати, Red Bull, с точки зрения маркетинга, вообще охуеть Я иногда такие видео нахожу Думаю, что же это нахуй сделал Потом увидишь этого человека в каске Red Bull Думаешь, пиздец, вы вообще все спонсируете, что сумасшедшее в мире существует Ну, типа, гениальная, абсолютно гениальная штука Да, да, интересно, кто у кого сейчас воровал GoPro у Red Bull По-моему, GoPro у Red Bull своровала вот эту модель Не Red Bull у GoPro Потому что GoPro, по-моему, позже появилась Ну, потому что у GoPro очень похожая тоже модель Что, типа, вот тоже всякий какой-то непонятный странный экшен Должен быть снят на GoPro Он, скорее всего, будет снят на GoPro, в принципе Потому что оно и не жалко, и снимает Но GoPro кусок говна Понятное дело А Red Bull нет Факт Новый Renault Duster провалил краш-тест Как вам такая новость? И как же мне даже в личку какое-то количество людей написало Что вот Твой любимый там Renault или там Duster А то ты его хвалишь Там, типа, и Logan ты хвалишь И Sandero ты хвалишь Ты что, блядь, ахуя, ты посмотри Ты же вот, ну, про безопасность там думаешь Ты же вот там Вот Росбился На три звезды На удовлетворительное Еле-еле В современном мире-то доколит И что? Ну, типа, это аж очень плохо Это же вообще ни в коем случае Но надо понимать, что, типа, ну, Duster Это бюджетная машина Ровно как и Renault Sandero И так далее И поэтому единственное, что ты можешь нормально затолкать в эту машину Это какие-то, ну, типа, штуки с точки зрения кузова Что у тебя вот как-то сделана силовая конструкция кузова Вот у тебя так вот сделана пассажирская капсула И так далее А вот всех новомодных систем По типу, там, типа, быстрого, резкого, дерзкого автоматического торможения Или, там, не знаю, контроля слепых зон Или, там, еще какой-нибудь вот такой вот ебанин Естественно, в дешевом автомобиле быть не может Потому что он, ну, дешевый Они, даже если будут, они будут работать хуево Потому что там, типа, будет мало датчиков Они будут какие-нибудь кривые, какие-нибудь неинформативные Блок управления будет стать какой-нибудь медленный, там, и так далее И, собственно, именно в этом Duster и проебывается По силовой конструкции у него все нормально По защите пешеходов не очень Потому что, ну, как бы, он, ну, твердый Потому что из мягких материалов сделать передок Это довольно дорого Вот Из задачи, как бы, спасти водителя и пассажира Duster справляется нормально Но по современным регламентам, по современным меркам Уже, как бы, что-то Если бы, условно говоря, его били, там, типа, лет 10 назад Все было бы с ним в порядке А с точки зрения, на самом деле, силовой конструкции С точки зрения вот того, как, собственно, этот автомобиль спроектирован На какие нагрузки он рассчитан И то, по каким лекалам он сделан Сильно современный Duster не отличается от того, что было когда-то давно Да, у первого поколения Duster были очень большие проблемы Со всеми нагрузками накручения Особенно, когда он там ловит диагональ Или где-нибудь его вешают Потому что, как только появился Duster Вот тут же все потащили на бездорожье Что, типа, смотрите Вот он диагоналится И вот у него лопается лобовое стекло Потому что кузов крутится Потому что он не жесткий и так далее Да, была действительно такая проблема Во втором поколении уже таких проблем нет Да и, собственно, вот Вроде бы, как бы, и краш-тест не прошел А вроде бы и прошел Но вместе с ним на те же самые три звезды И не прошел и Сузуки Свист Ровно по тем же самым причинам Потому что, ну, как бы, ну, да, как бы В электронике там еще пока что нет Сама вся машинка нормальная Разбилась нормально А вот тут, как бы, электроника Ну, да, ну что поделать А у нас вообще Сузуки есть? Ну, был, типа, сейчас-то его нет, понятно, дело Я ни разу просто не видел Сузуки Не-не, Сузуки был И в середине нулевых И до примерно 15-16-х годов Они даже пользовались спросом Они потом продавались Там потом и Vita у нас новые появились Вот это вот недоразумение Не знаю, в каждом дворе можно найти Либо Swift, либо SX-4, либо Vita Да, да, вот SX-4 это прям вообще популярная машина Ты просто, может, не обращал внимания Потому что они супер невзрачные Это просто, ну, типа, просто какая-то японская машинка И она, собственно, вот это вот Ну, типа, Сузуки Это реально Это можно как слоган использовать Это просто какая-то японская машинка Она очень надежная Она очень неприхотливая Она просто себе куда-нибудь ездит Без каких-либо проблем Ну, я вот так вот не могу вспомнить Вообще никаких-то серьезных проблем Ни у одного Сузуки У Vitara только У нормальной, которая человеческая Которая вот, ну, кроссовер Она жрет просто как пиздец Очень много бензина А все остальное у них нормально И раз уж проходили мимо Deichi Раз уж проходили мимо всего этого дела Побеждающая дешевизна Deichi Sandero стал европейским бестселлером А что же Там нет никаких электрических моторов Там нет никаких батареек Прикиньте Там просто, блядь, простая дешевая машина И оно работает Охуеть Какое удивление Вот когда-то, недавно Примерно 20 лет назад Рено сделал Логан первого поколения Сделал его супер дешевым Ультра дешевым Вписал его в 5 тысяч В 6 тысяч евро И это тогда была просто, ну, типа Невообразимая цифра Потому что до 6 тысяч евро Продавались только Ну, типа, АК Ну, типа, вот прям вот супер Вот такие маленькие машины Которые нормально в городе использовать нельзя Типа, Рено сидел и крутил И думал, а как же все-таки Сделать полноценную семейную машину Куда можно затолкать Какое-то количество людей Куда можно затолкать Какое-то количество Какого-то груза Чтоб она при этом была Очень надежная Причем очень устойчивая Чтоб все запчасти были дешевые Чтоб конструкция была максимально простая И все это вписать в 6 тысяч евро И вроде бы звучит-то типа Ну, хули Ты просто берешь Ничего в машину не ставишь И все нормально И она дешевая Да, хуй там Потому что у тебя как бы, ну, существует разработка И для того, чтобы, типа, создать какой-то автомобиль Тебе, ну, как бы сначала у тебя там работают инженеры Сначала там все продумывается Там, как бы, большое количество людей работает над тем Чтобы просто создать машину Потом у тебя предсерийные испытания То есть тебе нужно какое-то количество машин собрать Какое-то количество расстояния на них проехать Там, типа, заменять какое-то количество запчастей Понять, что там не работает Потом, типа, сделать новый прототип Снова где-нибудь на нем покататься Снова чем-нибудь проделать Потом тебе нужно найти большое количество предприятий Заказать там большое количество запчастей Потом тебе нужно построить завод Построить конвертную линию Там туда-сюда И вот чем больше ты тратишь денег внутрь разработки Тем, соответственно, как бы дороже у тебя будет стоить машина Потому что у тебя есть норма прибыльности Которую ты закладываешь во всю эту финансовую модель И дальше полетели И в этом большая проблема проектировки бюджетных автомобилей Потому что тебе, с одной стороны, ни в коем нахуй случае нельзя тратить деньги, но тебе их надо потратить. Потому что все равно, ну, разработать-то машину как-то надо, конвейерное производство построить-то как-то надо, всю логистику-то как-то построить надо, надо, ну, типа, произвести много работы. И при этом тебе ни в коем случае нельзя проебаться, вообще нигде. Потому что как только у тебя что-нибудь где-нибудь пойдет не так, это значит что? Это значит отзывная компания, это значит, ты потратишь еще денег, тебе их тоже нужно будет как-то отбивать, тебе тоже нужно будет еще каким-то образом это потом все вкладывать в стоимость, и все твои планы по бюджетной машине идут пиздой. И вот, собственно, в середине нулевых, типа, ни один автопроизводитель не мог до 6000 евро сделать ни один автомобиль нормальный, ну просто большой, а у Renault получилось, потому что они такие, нахуй все предсерийные испытания, нахуй все, типа, все макеты, изготовление физических моделей и так далее, мы сделаем машину полностью на компьютере. И Renault Logan это первая машина, которую полностью сделали на компе, вообще без единого предсерийного испытания, вот просто сразу в серию, типа, поехали. И вот тогда это все взорвалось, потому что это огромный объем продаж, типа, Logan, Sander, вот это вот все семейство, это одни из самых производимых и продаваемых автомобилей, в принципе, за всю историю. И вот, как бы, до сих пор, почему-то это магия, блядь, и вот эта химия работает, типа, если ты просто делаешь хорошую, надежную, вместительную, дешевую машину, держи, пожалуйста, тебе все работает. Самое важное на бензиновом моторе, потому что как только ты запихиваешь на батареечку, как только ты запихиваешь на электромотор, оно становится ебануто дорогим, даже до сих пор, хотя нам уже 15 лет обещают, что, типа, вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот, как только доберутся до конвейера, и все электромобили, как только будет большое количество произведенных автомобилей, тут же сразу же все подешевеет. Но пока что мы видим, что, типа, даже просто сопоставимые модели до сих пор, типа, разница примерно в полтора раза, если у тебя существует какая-то бензиновая машина, если там просто все меняют электромотор с батарейкой, она становится в полтора раза дороже, плюс оно еще тяжелее, плюс все как-то грустно, а с Андериком все как было заебись, так и есть. Пока, типа, полностью нахуй бензин не запретят, эта машина будет продаваться. Да, можно отметить, что предыдущий лидер европейского рынка в прошлом году это Tesla Model Y, и она скатилась на восьмое место. Да, был дело, был какой-то вот такой странный всплеск, что Model Y, по-моему, в двадцать втором году это был самый продаваемый автомобиль на планете в принципе, по-моему, или в двадцать третьем? В двадцать третьем, да. А, да, все верно, да, да, да. Это вот, сейчас уже, сейчас уже не так. А, да и, кстати, вот, ну, пока мимо проходили Tesla, рассекреченный внешность и интерьер обновленной Tesla Model Y. Там все то же самое. Что и в Model 3 обновленном, правильно? Потому что Tesla Model Y, это вот, во-первых, то, что у нас существовало в обзоре, то, что мы вот там, типа, снимали на площадке ротаты. И мы там говорили, что, типа, Y, это Model 3, просто в котором очень сильно пернули. Ну, типа, это просто та же самая машина, просто раздутая. И там у тебя прям даже и болтон подходят фары, подходят какие-то детали. И вот, собственно, типа, у нас существует рестайлинг трешки. И есть большая тайна, как же будет выглядеть Model Y. И вот внезапно два шпиона прокрались в салон машины тестируемой. Приподняли юбочку и сфоткали мультимедиу там внутри, а на мультимедиу у тебя есть изображение машины. И, наверное, она очень похожа на Model 3. Ебать, как всем похуй, я думаю. Как все удивились. Мммм, новость прям. Охуеть. А вот что действительно новость. Сука. Audi представила Liftback и Universal A5, которые заменят A4. Из заголовка нормальному человеку нихера не понятно. Объясню. Существует великолепная Audi A4. И не менее великолепная Audi A5. Audi A5 один, особенно в F5 кузове, это один из самых красивых автомобилей в принципе. Именно купе. Не Sportback, а вот, ну, купе. Великолепная машина. Все охуенно. Замечательно. И должно было где-то вот уже, где-то рядом появиться новое поколение. И да, действительно, Audi недавно выкатывает новое поколение. Оно у нас на новой платформе. Они такие, типа, пацаны, у нас PPC. Типа, звучит пизда-то, да, я понимаю. Ну, потому что у Audi в целом PPC последнее нахуй время. И они такие, смотрите, все, что существовало под брендом Audi A4, забудьте. Это теперь будут электромобили. А все, что у нас останется бензиновое, теперь будет называться Audi A5, вот в этом факторе. Но это будет не купе. Теперь у нас будет Audi A5 седан, который на самом деле лифтбэк. Типа, ты такой, сука. То есть, вы, как бы, вот существовал Audi A5 Sportback. Вы берете новое поколение, делаете из него лифтбэк, но называете его седан. Сука. А потом они такие еще, а еще у нас есть A5 универсал. Ну, красивая. Нет. Да. Нет. Оно красивое. Красивое. Нет, ебись воно в рот, ты что, нет. А, ой, нет, сбоку у меня, спереди красивое. А то, что ты показывал, это оно было? Да, то же самое. Ну, там кузов лидовый. Ну, она длинная какая-то такая, но в целом спереди очень красивая. Покажи F5 купе рестайлинг. Давай, я показываю F5 купе рестайлинг, ты показываешь актуальную. Да, можно всех посмотреть, пожалуйста? Да, 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 специально для тебя, Вов. Ну, это же вообще другое. Ну, да. Ну, это же вообще другой класс машин. Ты не должен сравнить купе с седаном, ты должен А4 предыдущего сравнить с ней. А как выглядит А4 предыдущая? Ну, это заебись выглядит. Это очень хорошо выглядит. Нет, сейчас я лифтбэк просто найду. Сколько это стоит? Ну, типа, сейчас, наверное, живая миллионов пять, что-то около того. Вообще, когда ты вот, ну, хочешь поинтересоваться каким-то автомобилем, и чтобы, ну, типа, узнать, сколько оно стоит, и что там на рынке с пробегом можно идти, можно сделать что? Дойти до автопрогмата. Позвонить автопрогмат, да, вас там проконсультируют, все там расскажут. Почта в описании, телефон в описании тоже, не забывайте. Так, ладно, я сейчас, ну, я понимаю, что вы знаете все цены, которые были раньше. Напоминаю, я не знаю, какие цены были раньше, но за пять миллионов это же ебать как дешево, какая охуяна красивая машина. Ох, как тебе сейчас в комментариях нас сунут. Ну, я не знаю, какие были цены раньше. Как тебе сейчас напихают. Почти, ну, блядь, за пять миллионов что сейчас можно купить? Китайцы? А что можно купить вот красивое за пять миллионов? Нихуя же, нет? Сука, вы меня топите, да, вы меня оставляете, я сам буду тонуть в этом. Да нет, я с тобой полностью согласен. Ну, типа, реально. У меня вот сейчас, допустим, лучший друг покупает себе пятую. Ну, там, типа, примерно вот там за пять, что-то около того. Четыре с половиной, пять. Это словно миник и вот это? Не, ну, миник все-таки три с половиной. Три с половиной? Да. А-а-а. GCV. Просто вот это выглядит как разъеб. Не, а 5F5 очень красивая машина. Вот она с четырьмя дверями. Не, вот с двумя сильно. Это оно же? Угу. Не, ну, вот это тоже хорошо, но вот то вообще выглядит как разъеб. Да, только вот этому десять лет. А вот это вот новое. Ну, не десять, сколько там? Девять. А БХ-4 сколько стоит сейчас? Не, не, они примерно одинаково стоят. Ну, не, не, в сопоставимых годах, в сопоставимых комплектациях четверка будет подороже, а пятый. Давайте быстрее снимать выпуск, блядь. У меня дева есть, ребята. Ну и вот, и короче, типа, они вот это дело показывают, такие, смотрите, купе больше не будет. То есть мы сначала, вот когда-то давно-давно бренд Ауди А5 сделали как бренд под купе, что это была бы купе. Сука. Вот, потом мы поняли, что да, но было бы еще прикольно, типа, сделать спортбэк, сделать вот эти безрамочные двери дополнительно заработать, поэтому мы взяли, сделали А5, типа, пятидверную, окей. А сейчас они такие, типа, не, все хуйня, купе мы выкидываем, у нас теперь вот лифтбэк, который называется седан, и универсал, который реально, блядь, универсал называется, теперь Ауди А5. Это вот теперь бензиновое, но при этом там все равно в некоторых комплектациях будет мягенький гибрид вот с этим, вот, ну, типа, старт-генератором, то есть сюда вот они в дизельную версию засунули, старт-генератор, и в S5, там, где у нас V6 бензиновый, вот туда вам тоже немножечко. Но, у меня вопрос. Они в какой-то перспективе говорят о том, что, типа, ребята, не переживайте, так как это платформа PPC, мы в этот PPC, ну, не можем же не засунуть наш любимый и главный PPC, а это 2.9 Porsche V6. Ну, типа, мотор, который вот сейчас самый пиздатый, V6 есть у Ауди в целом, типа, ну, просто великолепный агрегат. И мы сделаем RS5, не переживайте, в следующем году будет RS5. А у меня вопрос. А что будет с RS4? Ну, будет, вот, электричку представят, будет у него, как RS e-tron GT есть же. Ну, будет и бензиновый RS, и электрический RS, выбирай какой хочешь. Да, только RS купе больше не будет. Купе не будет. Ну, судя по всему, они, раз они отказываются, наверное, от продажи не такие, какие они хотели, либо они все бабки вбухали в электромобиле, и на купе не осталось. Точно не осталось, стопудово так. Ну, вот. Больно, пиздец. Ну, типа, вы что нахуй делаете? Ну, если посмотреть на тенденцию, то есть мы уже обсуждали слух про то, что BMW может шестерку возродить, а четверку и восьмерку упразднить. Это как бы неподтвержденный слух. Еще Mercedes параллельно убрал C и E класс купе, заменив на CLE. То есть это прям тенденция. Да. Вот, ауди просто такая, да. Ну, я про то, что, типа, теперь RS-4 будет не бензиновый. Как нахуй? Ну, скорее всего, появится. RS-5 будет, RS-5. Будет RS-5, да. Ну, смотри, типа, RS-4, RS-4. Оно должно быть RS-4, у тебя будет RS-5. Сука, убей, блядь. Хотя нет, RS-5 убивать тоже не хочется. Сделайте ERS, блядь. Ну, там еще вот, ну, не трогайте. Ну, оставьте вы RS-4 универсалом RS-5 купе, блядь. Ну, нет, все, нельзя. Седан универсал, будут RS-версии. Вот, то же самое. Вот, просто, они просто циферку поменяли, циферку. Если бы они назвали это А4, ты бы... Так я бы, я бы и не бомбил. Ну, вот, это просто из-за циферки. Ты почему-то из-за циферки. Ну, да. Так а нахуя? Вы, ну, типа, вы изначально сделали вот такую логику, потом теперь еще против нее идете. Блядь, ну, да. Ну, просто, ты вот, сначала смотри, ты же делаешь вот такое движение, а, скорее всего, у тебя потом дальше начнется каскад изменений тоже. У тебя, типа, вся логика поплыла. Слушай, это как они вот сделали вот это вот какое-то количество времени назад, типа, 35 TFSI, 45 TFSI, 55 TFSI. Это никто не понимает до сих пор, да. Ну, да, и тут они наложали, да. Но, кстати, уже есть информация, что преемник А6 будет А7. Ну, типа, а А6 отдадутся электричке. Да, да. Понятное дело, что они это сделают, ну, типа, то же самое и со смыслом семейства. Это понятно, что они... Да вы нахуя? Ну, блядь, ну, Ауди, ну, ёпта. Блядь. Ну, слушай, это индексация сколько лет? Тридцать, да? Ничего, пятёрке пятому семейству какая индексация? А С-классу сколько лет? Вот этой системе Ауди сколько лет? Ну, с нулевых она идёт, да? А до этого Ауди называли своими моделями 180. Вот, ну, никого же не парило потом изменение индексов. Наоборот, понять не стало. Ну, по размерам, да, понять не стало, да. Я, короче, ничего не знаю. Посмотрел сейчас на агрегаторах тачку. Я вот думаю, если она стоит на 2 миллиона дешевле, но тут просмотров больше, чем в поисках скорости, это ж хуёво, да? Да. То есть не работает так, да? Опять же, позвони в автопрагмат, тебе всё расскажут. Ауди, блядь, Ауди. Власти Италии хотят продать неиспользуемые автобренды китайцам. У нас какое-то количество новостных выпусков, вот мы обсуждаем, что типа власти Италии там что-то постоянно ебут своих автомобильных производителей, что типа, эээ, о-о-о, вы там, блядь, у вас там флажочек вот на крыле, это вот, это, а вот эта машина на самом деле, она вот собирается не у нас, а она вот там, где-то там, это, ну так нельзя. А сейчас, наверное, с этим власти Италии такие, ну вот смотрите, у нас же есть бренды наших автомобильных компаний, которые у нас когда-то были в целом, и это, естественно, такие гиганты автомобильной индустрии, как Аутобианчи и Иноченти. Правильно говорить, Иноченти. Вот, да, китайцы им, например, тоже самое ответили, наверное, я не знаю. И проблема в чем? Во-первых, это нахуй никому неизвестные малолитражки были раньше, давно, ну типа, как бы вот, да, они там что-то как-то производились, что-то как-то там продавались, но в целом это как бы вот бренды, которые загнулись в 90-е, просто натуральным своим вот, ну типа, жизненным циклом. И вроде бы они как бы никем не используются, вроде бы эти автомобильные компании никак обратно не возвращаются. Но проблема в том, что типа права на все эти бренды принадлежат Сталантису. Сталантис это вроде как бы итальянское, а вроде бы как и не совсем, потому что там у нас все-таки Пежо, Ситроэн, там это большая компания, большая корпорация, там огромное количество брендов, в том числе американских, там туда сюда, поэтому просто так прийти как бы и дать пизды Сталантису вроде не получится, а может быть и получится. И вот там есть какие-то слухи, что ребята такие, типа, смотрите, мы вот можем эти бренды все-таки у Сталантиса отобрать, либо принудительно, либо по какому-нибудь закону, как-нибудь там это все дело притянем, неважно, короче, мы можем эти бренды собрать, а потом прийти к нашим великолепным коммунистическим друзьям, мы такие, типа, уважаемые ребята, смотрите, короче, значит, а у нас вот такая ситуация. Мы вам даем два бренда, два названия, которые нахуй никому не известны, которые нахуй никому не нужны, но мы итальянцы очень сильно этим гордимся, поэтому вам обязательно в срочном порядке, прямо сегодня нужно быстро строить заводы у нас на территории в Италии с нашим дорогим электричеством, с нашими дорогими людьми, с нашими страховыми взносами, с нашей экономикой, которая не сильно сходится в целом. Вот вам у нас нужно строить заводы обязательно, а мы вам дадим в пользование эти бренды. Как вам сделка? Зато вы можете сгореть, ну, потом, честно, вешать итальянский флаг, потому что это будет Медвен Италия. Италия, извините. Не какая будет там эта сана Альфа-Ромео, которая в Польше собирается, типа, не, вот это вот не итальянская вообще, не, это вот в Польше поляками, о, курва, вы что, нет, ни в коем случае, поэтому нельзя не называть Альфа-Ромео Милана. А вот вы, настоящие наши лапшееды, будете у нас, вот, типа, как бы, аутобьянки, иначенти, вся хуйня, ну, типа, лапша же та же самая паста, та же самая паста. Все, нормально, главное, несите деньги нам в казну. Не вока, а спагетти в коробочке. Да. С итальянским флагом, если вы нам заплатили. А на этом, в этом выпуске у меня все. Бля, лапшу, что ли, навернуть? Что-то захотелось, блядь, внезапно. Паста какой-нибудь можно в целом тоже. Да, было бы неплохо. Ну, и, кстати, пойду наверну, и еще нужно бокал белого. За настоящие итальянские... Блин, жареных пельменей, вот это вот. Ты любишь жареные пельмени? Да, но проблема в том, что я уже 8 лет как-то мясо не ем, но люблю пельмени жареные. Это же разъеб вообще, жареные пельмени. Да, и при этом их обязательно жарить нужно, ну, типа, размораживать нужно. Просто из морозилки достал, сразу на сковородку, но крышкой нагрыть, чтобы они там вода испарялась. Сокуум своего просто. Да, да, чтобы они вот прям вот... Чтобы ты взял пельмешку, а изнуток там немножко немножко... Но при этом еще с корочкой немножко под запечь. Так, когда ешь ты себя мразью, чувствуешь. Ты самый счастливый человек на земле. И сюда еще, типа, прям под крышку, вот в этот пар типа, соль, специи, типа там, всяких штук накидать. Особенно, на следующий день просыпаюсь с утра, думаю, чем бы позавтракать легким, открываешь холодильник, у тебя там картошка вчерашняя, какой-то кусок мяса вчерашняя, пельмени чуть не доедены, все. Ты все это кидаешь в одну сковородку, такую чугунную, прям вот такую, которая, знаешь, дотрагиваешься, и ты, блядь, черный. Типа, ты вот туда кидаешь маслицу, туда ебашешь в несколько яичек просто. И вот сидишь просто, думаешь, блядь, жизнь хороша. Да. Можешь в отпуск поехать? Ну, ты можешь у Оксара спросить, я думаю, он тебе подскажет популярное туристическое направление, куда стоит в этом году попутешествовать, у него опыта точно побольше, чем у нас. А вам хорошего дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok